напишите нам в комментариях сколько верных ответов вам удалось дать итак поехали в каком советском мультфильме вы могли видеть персонажа который жаловался эх жизнь моя жестянка да ну ее в болото а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео летучий корабль музыкально рисованный мультфильм режиссера гарри бардина по мотивам одноименной русской народной сказки песни водяного эх жизнь моя жестянка написанная юрием энтином и исполненная анатолием попановым быстро стала популярной как звали мальчика который в советском мультике попал в страну невыученных уроков стране невыученных уроков советский рисованный мультфильм киностудии союзмультфильм 1969 года снятый по мотивам одноименной повести лиги раскиной в мультфильме рассказывается про лентяя и двоечника виктора перестукина который не желает учиться а хочет приключений однажды его желание сбывается школьные учебники отправляют перестукина в страну невыученных уроков в каком советском мультфильме вы могли встретить этих персонажей вовка в тридевятом царстве мультипликационный фильм сказка режиссера бориса степанцева повествует о школьнике который мечтал о сказочной беззаботной жизни но к концу истории герой осознает что без труда в жизни ничего не получится в каком мультфильме неизвестное животное с гипертрофированными ушами встречает крокодила с обостренным чувством правдивости чебурашка кукольный мультипликационный фильм романа качанова выпущенный киностудией союзмультфильм в 1971 году в мультфильме чебурашка и крокодил гена спасают друг друга от одиночества параллельно занимаясь общественно полезной деятельностью разного уровня тяжести в газ кино мультфильм даже заподозрили в анти партийности чебурашка и гена набрали больше металлолома чем пионеры а значит пионерская организация не очень-то нужна а какую фразу часто повторял кот леопольд кот леопольд цикл советских мультфильмов про доброго кота леопольда которого в многочисленных ситуациях донимают двое мышей и хулиганов леопольд настоящий кот миротворец и его главное повторяемое в конце каждой серии ребята давайте жить дружно при этом в первых трех сериях леопольд все-таки предварительно наказывал мышей помните веселую детскую песенку палка палка огуречек вот и вышел человечек а в каком мультфильме она звучит песенка палка палка огуречек вот и вышел человечек звучит в мультфильме осьминожки эта история о том как мама осьминог однажды ушла в гости а папа перепутал своих детей с соседскими и так и не мог разобраться пока мама не вернулась песни композитора игоря ефремова на слова эдуарда успенского в исполнении клары румяновой а как зовут мышей в советском мультфильме приключения кота леопольда в сценарии мультфильма приключения кота леопольда мышей зовут мити и моти правда самом мультфильме эти мыши безымянные интересно что в 2008 году на серебряной монете номиналом в 2 доллара выпущенный на островах кука изображены эти герои мультфильма приключения кота леопольда а в каком городе установлен этот памятник герою советского мультика котенку по имени гав в российском городе новокузнецке возле мясного магазина установлен памятник котенку по имени гав автор работы скульптор из красноярска константин зинич он увековечил в бронзе эпизод поедания сосисок с разных концов который был показан в мультфильме а как думаете сколько ушло пластилина на создание мультика пластилиновая ворона пластилиновая техника которая использована в мультфильме была тогда еще в союзе неизвестно так что режиссер татарский художник постановщик игорь ковалев придумали собственную технологию на стекле делали наполовину объемную картинку из самого обычного детского пластилина затем изображение постепенно размазывали снимая каждый мазок на создание мультфильма ушло около 800 килограммов советского пластилина который из-за блеклых цветов пришлось раскрашивать красками правда ли что в советские времена ватикан покупал советские мультфильмы советские времена ватикан покупал советские мультфильмы считая их очень полезными для воспитания подрастающего поколения а сюжет мультфильма возвращение блудного попугая американские детские психологи до сих пор используют для разрешения конфликтных ситуаций с подростками а что попросила дюймовочка у крота перед свадьбой дюймовочка советский рисованный мультфильм 1964 года леонида амальрика по сказке андерсона дюймовочка перед свадьбой попросилась у крота выйти наверх чтобы попрощаться с солнцем и там неожиданно встретила ласточку которую когда-то умирающую спасла и вылечила ласточка забрала дюймовочку в сказочную страну где она встретила эльфа-принца что попросила привести из морского путешествия старшая дочь гордея у купца степана емельяновича в мультфильме аленький цветочек аленький цветочек советский полнометражный рисованный мультипликационный фильм 1952 года созданный режиссером львом атамановым по одноименной сказке сергея оксакова старшая дочь гордея просит у отца золотой венец украшенный самоцветными камнями средняя любава заказывает волшебные зеркальца а самая младшая настенька просит отца привести ей аленький цветочек каким было первое желание девочки жени в мультфильме цветик семицветик девочки жени достается от доброй волшебницы волшебный цветок семью лепестками первым желанием жени было вернуться домой с баранками съеденными уличной собакой и красный лепесток цветка моментально его исполнил а сколько лет было малышу когда он познакомился с карлсоном когда малыш познакомился с карлсоном ему было 7 лет однажды наступил день рождения малыша ему исполнилось 8 лет тут же появляется карлсон и малыш радуется его появлению когда малыш сказал что будет угощать карлсона тортом с восемью свечами тот сморщившись сбросил все свечи с торта и предложил сделать так 8 пирогов и одна свеча как назывался совхоз в котором жил василий сельчанин приютивший попугая кешу в третьем выпуске а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео когда толстый рыжий кот уезжает с хозяевами на дачу кеша жалуется что в отличие от других он вынужден находиться в городе так как вовка заболел не желая ждать выздоровления хозяина попугай отправляется на отдых самостоятельно долго голосуя на шоссе кеша останавливает трактор с сельчанином василием который приглашает его подвезти уже к вечеру василий привозит попугая в свой родной совхоз светлый путь а какие особые признаки были у похищенного слона из мультика следствие ведут колобки следствие ведут колобки советский рисованный мультфильм студии кран созданный режиссерами александром татарским и игорем ковалевым по сюжету иностранный контрабандист карбафос приехавший в город энск под видом туриста похищает из зоопарка редкого полосатого слона по кличке балдахин за расследование берутся знаменитые братья сыщики колобки шеф и коллега в мультфильме приключения капитана врунгеля яхта победа никак не могла стартовать из гавани почему приключения капитана врунгеля советский многосерийный мультфильм режиссера давида черкасского снятый по мотивам одноименной повести андрея некрасова по сюжету капитану врунгелю предлагают участвовать в международной кругосветной парусной регате он строит яхту под названием победа однако перед началом она не смогла стартовать из-за неожиданного казуса яхта сделана из свежеспиленного леса пустила корни ее пришлось сдергивать с берега буксиром а что на день рождения подарил медвежонок зайцу в мультфильме прям здравствуйте это замечательный добрый мультик о медвежонке и его друзьях в мультике звучит знаменитая песня облака белогривые лошадки а медвежонок подарил зайцу на день рождения выдуманную им сказочную страну теле милитряндию зачем мама отправила крошку енота к пруду крошка енот советский мультипликационный фильм 1974 года снятый по сказке лилиан мур крошка енот и тот кто сидит в пруду по сюжету у крошки енота день рождения и мама дает ему задание сходить на пруд и нарвать сладкой а соки крошка енот направляется к пруду но чем дальше он удаляется от дома тем страшнее ему становится а теперь традиционный бонусный вопрос без ответа в каком мультике ссср показан образ доброго воспитанного и образованного героя как в ролике и и и и и и и и напишите в комментариях ваш вариант ответа в каком мультике ссср был такой крокодильчик надеемся что вам понравилось мы порадуем вас еще массой увлекательных тестов на различную тематику подпишитесь на наш канал и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест